Ну что, друзья, всем привет! Это новый выпуск Меркофалк, который вы так долго ждали, как, собственно, и мы, Василий. Фу-ка! Просто не идёт, не идёт, ёбка в эти ворота. В советское время нам пони кричали в оскорблении. Тары, бары, ростобары, спартакеи, а не татары. Конечно же, я помню в советское время. А мы им кричали, что в футболе, что в хоккей. В ЦСКА они евреи. Вот. Песня «Знаешь ли ты» на нашей трибуне звучит громче, чем условное «Оле-Ола». Или, например, «К победе мы идём с тобой вместе». Такого, ну, быть же не должно. Тот, кто сейчас нас смотрит и не подписан на наши соцсети, пожалуйста, брат, впереди, подпишись, и нам станет лучше, и тебе тоже. Казань 2021, мы начинаем. Погнали! Ну что, братва, всем огромный привет. Это новый выпуск «Дневника фанатов». Собственно, выпуск по выезду в Казань. Как вы уже знаете, и как мы уже, собственно, знаем, «Спартак» проиграл 1-0. Хочется немного рассказать по порядку, как и что здесь происходило, как и что здесь вообще было. Ну, начнём с того, что вчера, конечно, были эмоции, поэтому мы, собственно, вчера мало что отсняли. Хочется заметить, что «Спартак» действительно показал неплохой футбол в некоторых моментах, в некоторых эпизодах. И вы сами всё прекрасно видели. Скорее всего, просто не хватило везения, наверное. С другой же стороны, ну, такие моменты нужно реализовывать, которые были у Бакаева, который, собственно, был, возможно, у Минкадзе. Как-то можно было сыграть похитрее. Короче, давили, но не додавили. В первом тайме отменённый гол. Пишите в комментариях, что вообще справедливо это или нет. Конечно, упал игрочок Рубина красиво, бесспорно, потому что толчок Ромы Зобнина был абсолютно минимальным. Ладно, по результату всё понятно. Мы не журналисты, чтобы пооценивать игру. Мы болельщики «Спартака». Для нас результат как бы на первом месте. Собственно, проиграли это очень плохо. Нужно делать работу над ошибками, нужно, соответственно, работать на тренировках, нужно убирать эмоции куда подальше. Просто реализовывать свои моменты и показывать свой класс, потому что если ты играешь в «Спартаке», то, конечно, такие моменты нужно реализовывать и такие игры нужно вытягивать на эмоциях. Это первое. Далее. Касаемо поддержки, естественно, потому что канал у нас про фанаты «Спартака». И тут хочется отметить, конечно, количество того десанта, кто приехал в Казань. На самом деле это был вообще топ. То есть вся гостевая трибуна, практически битком. Все центральные сектора, собственно, на 70% были из красно-белых болельщиков. Всем огромный респект всем, кто приехал. Касаемо «Шизы». В первом тайме, наверное, из-за того, что мегафон был один и заводящий находился внизу, немножко был рассинхрон между верхним ярусом и нижним. В остальном же, конечно, хочется тоже сделать небольшое замечание. Если вы приезжаете на выезд в другой город и попадаете на фанатскую трибуну, первым делом, что вы должны, вы должны «Шизить». «Шизить» и гнать команду вперед. Если вы хотите посмотреть футбол, то чуть-чуть переплатите и купите себе центральный сектор, потому что на верхних ярусах, да и на нижнем было заметно большое количество человек, которые просто стояли, соответственно, и подхватывали только на каких-то таких эмоциональных зарядах. Это когда «Спартак» атаковал, это «Вперед Спартак», либо «Девятка», «Девять хлопков». Потому что сколько раз мы об этом говорим, сколько раз об этом пишется и так далее, что если ты приезжаешь на футбол, неважно, домашняя игра, либо это выездная, приходишь на фанатский сектор, на фанатском секторе нужно отдавать себе полностью поддержку. Не нужно снимать на телефоны, там, Шизу или, знаете, какие-то там игровые моменты. Ты пришел, ты выложись на полную катушку, ты помоги команде своим голосом, и, возможно, команда побежит еще быстрее, потому что футболисты не раз отмечали то, что поддержка, которая оказывается с нашей трибуны для них, она очень важна. Конечно, конечно, братцы, мы перед футболом, когда сидели, разминались, так скажем, в баре, встретили Амира профессора, который рассказал очередную историю, который поделился своими рассказами о том, какой у него выезд, с кем он приехал. И, собственно, в принципе, немножко поностальгировали, поэтому прямо сейчас мы смотрим отрезок с Амира, мы идем дальше. Друзья, ну, как обычно, Амир профессор, снова Амир, кто же еще вас поддержит, правильно, в наших выпусках? Амир, ну... Помнишь, в советское время нам кони кричали, как бы оскорбление? Тары, бары, ростобары, спартаки и одни татары. Конечно же, я помню в советское время. А мы им кричали, что в футболе, что в хоккей, в ЦСКА они евреи. Вот, конечно же, я помню, друзья, я же в советское время прожил много. Амир, ну, давай по порядку начнем. Как обычно, мы столь любим разобрать весь предстоящий выезд, который уже начался. По косточкам. По косточкам. Первый вопрос. Казань, какой у тебя выезд? Ну, все подряд с 2003. Ну, все подряд, там, по-моему, 21-й, что ли. Галочка пошла. Да, да. Непрерванная серия. Так, дальше. Какой у тебя всего выезда, Спартак? Ну, где-то 500, там, 30-40. Вторая галочка пошла. И третий вопрос. Не устал или нет ездить? Ну, не устал. Да нет. Слушай, ну, все время приходят какие-то лысые парни, вопросы задают. Одни и те же. Одни и те же, да. Вот. Нормально, нормально. Просто надо любить Спартак. Я не фраза там старостная в Спартаке, это все слишком красиво. Своими словами. Да, да. Вот. Понимаешь, любить Спартак, любить приключения. Монетизм, он должен гореть. Понимаешь, если ты едешь как из-под палки выполнен, тебе надо серию продолжить или что-то, это уже не то. Ну, немножко все-таки попсово. И плюс, понимаешь, у нас был какой-то вот, ну, 5, 6, 8, 13, 20, 200, 300, уже много было. Сейчас тысячами приезжают. Ну, нахера вы приезжаете? Стоите, семечки грызете, селфи делаете. Ну, в каком возрасте, как не орать, 18-20 лет. Послание к молодому поколению, которое всегда тебя послушает, увидит и сделает для себя какой-то вывод. Вот импровизация легкая. Ребят, если не из-под палки, не надо ездить за Спартак. Пусть у нас будет меньше, но будет костяк тут, который готов сгореть на трибуне. Ну, и фигуральный, и самое. Ну, просто ради галочки уездов можно тысячи наездить уездов, быть гондоном. Можно семь уездов сделать и быть достойным человеком. Какой главный вклад ты внес в движ, понимаешь? Вот у меня сейчас девушка моя сидит там, да? Вот 33 года мы не виделись. Опять увиделись, вот она в 87-м ездила. Сейчас вот в Астрахани рыбную полетела в Москву, из Москвы мы полетели сюда, в Казань. Отсюда она вернется через Москву в Астрахань. Вот, любит человека, понимаешь? Вот так хотя бы надо, понимаешь? Это действительно, ну, большая любовь. Это у многих на всю жизнь. И вот иногда встречаешь человека в метро, да? Он такой, знаешь, сгорбленный идет такой, весь такой, потушит, знаешь, видит тебя. Знаете, помните Терминатор? И глаз у него загорается, помните красный? Красный. И вот это волшебное слово, а помнишь? И ты понимаешь, из него там 40-50 лет, которые он прожил, вот эти три года, которые он ездил, это лучшее время в его жизни. Понимаешь? Он опять вот уходит в эту серую толпу, у него глаз тухнет, вот как у Терминатора, когда он погиб, и он уходит. Вот вы сейчас ездите, возможно, это самые лучшие ваши года в вашей жизни, а может нет. Ну, скорее всего, да, потому что это братство, это товарищество, молодость, она, его не купишь ни за какие деньги. Вот. И, ну, все-таки, понимаете? Глаз должен гореть всегда. Глаз должен гореть всегда, да. Иди сюда. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, финалка, речевочку из советских времен за Спартак. Победа за нами, единство нашей силы, мы верим, мы знаем, врагов всех ждет могила. И камеру закрываем. Камеру, ладно, хорошо. Ну что, брат, сейчас какие-то там репосты за ремы идут. Есть телеграм-канал, 500 человек, подписывайтесь, кстати, на него. Есть его ютубчик на 36 тысяч человек, нас устраивает, нам все нравится. Мы стараемся о Спартаке говорить только хорошее. Не лезем особо в клубные, как бы, вот эти дела. Кто там стал каким директором, кто кого там куда послал, какие агентские взял. Короче, мы за спортивные результаты мы говорим про них, потому что они нам, в первую очередь, интересны, а мы говорим о том, что интересно нам. Нам интересно, чтобы Спартак был всегда лучший во всем. Вот. А кто там кому что нашептал, какие комиссионные взял и какой телеграм-канал кто пропиарил, нам особо не интересно. Поэтому, пацаны, ставьте лайки этому видосу. То, что происходит в телеграм-каналах, это просто смех, и в этом участвовать совершенно никак не хочется. Бээээм. Бээээм. Касаемо визуальной составляющей, наша трибуна также хочется отметить. Ну, первым делом, парни из Ультрии нарисовали небольшое граффити где-то в окрестностях города Казань. Оно сейчас перед вашим экраном. В очередной раз парни приезжают в город, тоже вам на заметочку. Парни приехали, не просто ходили по барам, кутили, гуляли, бухали, отдыхали и так далее Парни приехали, купили краску, поехали, нарисовали, чтобы в каждом из наших городов В том числе, где сейчас находимся, в Казани, было наше граффити, были наши цвета Чтобы люди ходили, видели все это И, соответственно, отмечали для себя, что Спартак это великая команда Далее, на нашей трибуне было довольно красочное визуальное оформление Так скажем, это двуручники, двуручники были подготовлены к этому матчу Они были новые, так скажем, на новый сезон А двуручники все были нарисованы вручную Было довольно большое количество этих двуручников Респект вообще всем парням, кто приложил усилия Также хочется заметить, что, ребят, вот вы пришли на сектор Вы видели, что лежит какой-то стап, будь то флаг, флажок, двуручник И заводящий просит поднять шарфы, флаги и все остальное Если вы видите, что лежит этот флажок, не постесняйтесь, я не знаю, возьмите его, поднимите на собой Потому что парни прилагают к этому усилия Если вы его поднимаете, трибуна становится ярче Собственно, вчера с этим вопросов не было Было великолепно Также парни нарисовали растяжку, посвященную Федору Федоровичу Чернукову Сегодня 25 июля И сегодня бы великому спартаковцу и великому человеку исполнилось бы 62 года Следующая растяжка была подготовлена перед матчем Она висела как лицевая растяжка На ней было написано Мы так привыкли жить одним тобой Это в адрес нашей любимой команды Делая акцент на, собственно, из песни слов не выкинешь Эта песня, естественно, певица Максим Которая сейчас находится в больнице Мы желаем ей скорейшего восстановления Поправляйся, потому что действительно болезнь тяжелая И мы надеемся, ты справишься с этой болезнью Делая отсылку непосредственно к этой растяжке и к этой песне Вчера было замечено, что песня «Знаешь ли ты?» Которая стала для всех, так скажем, любимой И почему-то ее называют неофициальным гимном болельщиков Спартака На самом деле Я с этим не совсем согласен Песня «Знаешь ли ты?» на нашей трибуне звучит громче, чем условная «Оле-Ола» Или, например, к победе мы идем с тобой вместе Когда люди выходят из стадиона У вас есть большое количество сил Идти орать эту песню «Знаешь ли ты?» Хотя силы должны были все остаться на стадионе Здесь, на самом деле, тоже очень такой риторический вопрос Почему, не знаю, кто смотрит, кто поет, поет эти песни и так далее Почему у нас на стадионе «Песня «Знаешь ли ты»» звучит громче, чем рядовые заряды Которые должны быть стимулом для того, чтобы Спартак шел вперед Это очень большой спорный вопрос на самом деле Поэтому здесь есть момент для дискуссии в комментариях И, собственно, объясните мне, с чем это связано Такого быть же не должно Понимаете, что это, типа, как раньше шизили чужие губы Тебя ласкают по угару в Ростове в десятых годах на выездах Это больше в угар, наверное, но, конечно, это лично для меня непонятно Непонятно, повторюсь, мы должны шизить во имя Спартака Громко, слаженно и четко Но у нас получается, что песня «Знаешь ли ты» громче, чем заряды, которые направлены на поддержку команды Такого быть не должно, друзья Серега, ну что ты меня снимаешь? Спартак в первом тайме Спартак во втором тайме две разные команды Как будто во втором тайме ничего не получается В первом не скажу, что получалось, типа, но как-то создавали моменты Лучше играли, сейчас просто ужас, какой-то и мрак На поле вышли Крал и... 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 и Гео Мелказа Какие кайфы на то, что эти пацаны забьют и сравняют счет Ну, большие, я думаю, что большие Ну, мы верим в Спартак Что, еще, в принципе, 10 минут, что-то там добавленного есть И не такое вытаскивали, Серега, чемпионский сезон 100 лет Спартаку 50 лет фанатскому движению Снимай гол Ну, наверное, это был последний шанс сегодня Загадай последний шанс, что 10 минут Не будет, дорогой Давай замажемся Я ставлю, что, короче, Спартак отыграется Если Спартак отыграется... Ну, давай, на что спорим? Если Спартак отыграется, Волги покупаешься завтра А если отыграется... А если не отыграется, то все купаются в Волге завтра Ну, давай, Маши Давай Давай, Дева Милкадзе Сквозной, блядь, давай Пиздарики Проиграли 1-0 Теперь можно показать все, что было в конце Не расстраиваемся, первый тур Будем сильнее и злее Погнали Ладно, братва Теперь точно погнали Во время моего этого диалога, как вы уже поняли, выпуск такой у нас немножко даже неоднозначный, наверное, необычный Больше обзор на его часть Повторюсь, приехали в Казань вчера Все как-то так вот было, не знаю, сумбурно, что ли, непонятно Видеоматериалы вы по ходу этого выпуска сейчас уже многие увидели Шизу, поддержку увидели Интервью с Самиром вы увидели Вот, какие-то такие перебивочные кадры вы увидели На самом деле, первый выпуск после долгого перерыва Поэтому, друзья, сильно не ругайтесь, не обессуйте Поддержите, пожалуйста, это видео лайком Палец вверх, можно и дизлайком его поддержать Нам тоже будет приятно Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал Впереди Самара, куда мы, собственно, направляемся уже на этой неделе Надеемся, что матч пройдет все-таки со зрителями Потому что, опять-таки, выезд в Казань, он был непонятен вообще до последнего Эти вот качели, которые устроили Роспотребнадзор Республики Татарстан И в целом, то есть люди прибиваются, делают ПЦР-тесты Как бы, ну, вроде как статистика падает Но почему-то в метро люди ходят В вагоны забивается большое количество человек Никакого коронавируса в метро нет В кинотеатрах, в торговых центрах Никаких коронавирусных ограничений Почему-то футбол попадает И вообще спортивные мероприятия под это попадают Мы считаем это так же неправильно Так и неправильно, что песня «Знаешь ли ты» звучит громче, чем рядовые заряды в поддержку Спартака Надеемся, что все-таки здравый смысл восторжествует И матчи чемпионата России пройдут со зрителями И болельщики, наконец-то, придут туда, где они испытывают свои эмоции Где они их выплескивают, где они кайфуют Где они, собственно, наслаждаются этим Мы соскучились по нормальному футболу Если в стране статистика по коронавирусу падает И все соблюдают меры предосторожности и так далее И тому подобное Носят маски, делают уколы, делают ПЦР-тесты Не болит ли кто-то, переболел Почему нам запрещают ходить на футбол? То, где мы, собственно, все эти активные, как у нас называете, граждане Можем, собственно, все свои эмоции выписнуть Чтобы этого не происходило где-то в других местах Вот тоже такое мнение На самом деле, братва, всем огромное спасибо, кто посмотрел этот выпуск Всем огромное спасибо, кто поставил лайк, либо дизлайк этому выпуску Кто написал комментарий Для нас это очень важно Мы будем стараться для вас делать контент получше Впереди Самара Напишите, также, может быть, нам в директ написать В личные наши директы В наш инстаграм Либо здесь в комментариях Что вы хотите увидеть по выпуску из Самары Может быть, кто-то там нужно будет съездить Может быть, нам нужно выполнить какое-то будет ваше задание Я не знаю, искупаться там на Спар-Волге Или где-то еще Мы, соответственно, к этому прислушаемся, прочитаем И, может быть, что-то совместное с вами придумаем А потом все вместе посмотрим наш следующий выпуск И кайф о нем Братва, это был дневник фаната Пыль стряхнули с камеры, пыль стряхнули с нас Сезон начался Поражение в первом туре Я не считаю, что это критично Если в Самаре побеждаем Молодцы Если в Самаре уже проиграем То тут, конечно, вопросы все-таки будут возникать Кубок-матч-премьер Это не показатель Это товарищеский турнир Рубин вчера вышел В обороне сидел Двомент создал, выиграл Короче Это уже в прошлом Идем вперед Мы Спартак-Москва Мы должны команду нашу поддерживать За нее топить И гонять на выезда С вами был Сергей Кучер Дневник фаната До встречи, братва Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова